Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молковой. 15 января исполняется три года со дня образования Следственного комитета России. Сегодня у нас в гостях заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Чувашии Наталья Целькова. Наталья Викторовна, здравствуйте! Поздравляем вас с праздником! Спасибо большое! Наталья Викторовна, первый вопрос. Указ об образовании Следственного комитета был подписан в конце 2010 года и уже, получается, через две недели вы практически приступили к своей непосредственной работе. Какие преступления входят в сферу интересов Следственного комитета? Ну, сначала хотелось бы отметить, что действительно наш орган достаточно молодой. Первый день существования Следственного комитета – это 15 января 2011 года. Но, несмотря на нашу молодость, наши сотрудники имеют достаточно большой опыт работы по расследованию преступлений. И в связи с этим хотелось бы немножко предысторию вообще создания Следственного комитета сказать. До 2007 года вот те функции, большая часть функций, которые сейчас осуществляют наши следователи, осуществляли следователи прокуратуры. В 2007 году эта функция органов прокуратуры была упразднена и ее передали вновь созданному органу – это Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации. Прошло еще несколько лет и вот был создан уже наш орган, наше ведомство, которому опять же передали все эти функции. Но, значит, мы, конечно, придерживаемся тех традиций, тех лучших традиций, которые сформировали органы следствия и прокуратуры, ну и, конечно, стараемся их примножить. Что касается непосредственно наших функций. Наша основная задача – это проведение порциональных проверок по сообщениям о преступлениях и расследование, качественное расследование и своевременно уголовных дел. При этом хотелось бы также отметить, что мы, конечно, стремимся при осуществлении нашей деятельности четко соблюдать права и законные интересы граждан, при этом не только потерпевших от преступления, но и подозреваемых и обвиняемых. Вообще, в соответствии с нашей подследственностью, определенной уголовным процессуальным кодексом, мы расследуем уголовные дела о преступлениях тяжких и особо тяжких, которые посягают на жизнь и здоровье граждан. Это убийство, умышленно причине тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть. Это так называемые половые преступления, то есть это изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Это преступления против трудовых прав граждан. Это налоговые преступления, рейдерство, целый ряд коррупционных преступлений относятся к нашей подследственности. Ну и особо хотелось бы отметить, что к нашим полномочиям, к нашей компетенции отнесено расследование уголовных дел в отношении особой категории граждан, так называемые лица особого правового статуса. Это адвокаты, это сотрудники правоохранительных органов, это судьи, это депутаты и выборные лица органов власти всех уровней. Ваша компетенция, ваша сфера интересов, как пересекается с другими следственными органами? Не переходите ли вы друг другу дорогу? Ну, сразу хотелось бы отметить, что следствием в настоящее время в нашей стране занимаются вообще три, ой, четыре органа. Это следственные подразделения МВД, ФСБ, органов наркоконтроля, ну и, соответственно, Следственный комитет. При этом уголовно-процессуальный закон очень четко регулирует сферу деятельности каждого из этих органов, то есть четко определяет компетенцию, кто какие преступления должен расследовать. Да, есть в уголовном кодексе альтернативные статьи, то есть ряд дел может расследовать и, скажем, следственные подразделения МВД, и также наш орган, наше ведомство. Но, тем не менее, опять же, и даже в этом случае все равно закон четко регламентирует, когда это будет делать орган МВД, скажем, следственные подразделения, и когда это будем делать мы. Сколько преступлений в 2013 году было зарегистрировано в Чувашии? Сколько дел вы расследовали? Вот какова история преступлений, скажем так? Ну, в 2013 году вообще на территории Чувашской республики было зарегистрировано 14 тысяч преступлений, что на 14% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Потому что в прошлом году было 16,5 тысяч преступлений, а в 2011 году 18 тысяч. Конечно, такие цифры радуют, что преступность в некоторой степени идет на спад. Что касается нашего органа, в 2013 году нами было возбуждено 1700 уголовных дел и завершено расследование 1200 уголовных дел. И при этом еще хотелось бы отметить, что очень большую роль мы отводим возмещение ущерба подчиненного потерпевшим в результате преступления. И вот тоже приведу определенные цифры. Если в прошлом году было совершено преступление, которым причинен ущерб на сумму 650 миллионов рублей, то нами в ходе расследования уголовных дел были приняты меры по возвращению 420 миллионов рублей. То есть сами ведь сумма больше 50% даже. Также были приняты меры по наложению ареста на имущество подозреваемых, обвиняемых, их знакомых и родственников на сумму 230 миллионов рублей. Давайте поговорим о структуре преступлений. Каких совершается больше, каких меньше? Ну если мы возьмем про республики, то в 2013 году 77% совершено преступлений средней и небольшой тяжести. Опять же эти цифры радуют. То есть гораздо меньше преступлений большой тяжести и особо опасных преступлений. Если говорим о конкретно наших преступлениях, то есть тех преступлениях, которые нам подсезли, ну в частности вот об убийствах. В 2013 году убийство и покушение на убийство было 94 факта, было возбуждено 94 уголовных дела. То есть это чуть больше, чем в прошлом году, но меньше, чем в 2011 году. Что касается умышленного подчинения тяжкого вреда здоровью, повлевшего по неосторожности смерти, это статья 111, то таких фактов 55. Тоже немного выше это, чем в прошлом году, но ниже, чем в 2011 году. Хотела бы сказать, что раскрываемость убийства в 2013 году составила 94%, даже выше 94%. В прошлые годы эта цифра немного ниже. Что касается умышленного подчинения тяжкого вреда здоровью, которое повлекло по неосторожности смерть, то раскрываемость составила 100%. Наталья Викторовна, ну большое внимание, я знаю, Ваш орган, следственное управление, следственное комитет уделяет борьбе с коррупцией. Вот, расскажите об этих фактах, об этих преступлениях. Я полагаю, что наш орган, наше ведомство действительно вносит существенный вклад в раскрытие и расследование преступлений коррупционной направленности. Особо специализируется на раскрытии и расследовании таких уголовных дел отдел по расследованию особо важных дел, вот которые, как я сказала, я представляю. Наверное, на слуху у всех последние уголовные дела, но не только прошлого и позапрошлого года, это уголовное дело в отношении руководителя управления федеральной налоговой службы Аркадия Дергачева, в отношении руководителя управления федеральной миграционной службы по Чувашской республике Дружинина. Вот одно из последних дел, которое завершается, это уголовное дело в отношении главы Марпасадского района, да, Моисеева. То есть, действительно, достаточно много преступлений коррупционной направленности мы расследуем. Ну, если по цифрам взять, то в прошлом году было возбуждено 450 уголовных дел по фактам совершения коррупции. В прошлом году эта цифра равнялась с 350. В суд было направлено чуть свыше 90 уголовных дел по 533 эпизодам. При этом пусть не смущает, что дел было возбуждено 450, а направлено только 90, поскольку достаточно часто, когда в отношении одного лица возбуждается несколько уголовных дел, и в последующем они соединяются в одно производство. Если смотреть по категориям преступлений, то основная масса коррупционных преступлений, совершаемых на территории республики, это служебный подлог, это факты взяточничества, это факты превышения и злоупотребления служебными полномочиями, а также мошенничество и растраты присвоения с использованием служебного положения. Одна из ваших функций в последнее время – это защита прав несовершеннолетних, пострадавших от преступлений. Какие преступления подведомственны в вашей структуре и есть ли статистика по таким преступлениям? Да, конечно. Действительно, я уже сказала, что мы вносим большой вклад, стараемся внести большой вклад в раскрытие таких преступлений, в расследовании, но и в профилактику в том числе. И действительно, как я уже сказала, в течение последних двух лет мы расследуем уголовные дела, тяжкие и особо тяжкие, об тяжких и особо тяжких преступлениях в отношении несовершеннолетним. Что касается статистики, в 2013 году у пострадавших несовершеннолетних от преступлений их было 160 человек. При этом в прошлом году эта цифра была немного ниже. При этом следует отметить, что 19 человек, 19 потерпевших – это лица, которые вообще не достигли еще 5 лет. 31 человек – это те лица, которые пострадали от действий своих близких и родственников, то есть от тех, которые находятся рядом с ребенком и постоянно его окружают. В отношении почти каждого третьего лица, это 52 лица, это были совершены преступления сексуального характера. Что касается направленности, количества направленных уголовных дел, то в прошлом году эта цифра составила 113 уголовных дел, 197 эпизодов преступной деятельности. Наталья Викторовна, спасибо вам за то, что вы храните наш покой, охраняете покой, порядок, защищаете от преступников. Еще раз вас с праздником. Спасибо большое за то, что пришли к нам на программу. Напомню, что сегодня исполняется три года со дня создания Следственного комитета Российской Федерации. У нас в гостях была заместитель руководителя отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета по Чувашии Наталья Целькова. Я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова